Я попытался развить эту ситуацию, но пока что Востоку не удается добиться успеха. Единственная шайба, которую забросили в хоккеисте сборной Востоки, составилась на втором периоде. Дэйто в результате штрафного братка с игры пока что не получается. Там еще и Суровегин выглядит препятствием. Плевые игроки к Суровегину периодически так подъезжают, похлопывают его по щиткам. Благодарят за уверенную игру, но еще есть время у Востока для того, чтобы счет сравнять. Торопиться не надо. Шайба в зоне сборной Запада и в итоге задержалась. Она там, выкатывается в центр Андрей Контьев. Не получается довести дело до броска у сборной Востока. Запад тем временем быстренько убирает первую пятерку со льда, выпускает свежие силы. И это приносит свои плоды. Мчится вперед Илья Кондрашин. Зацепился за шайбу, но нет, клюшку потерял. Здесь Календин приехал на подмогу. Отрабатывают назад нападающие Запада. Все как в самой серьезной игре. В общем-то, Кубок Поколения это и есть серьезнейшая битва. Битва за вот этот трофей, который впервые в истории МХЛ разыгрывается. В такой момент возникает выход. Два в один. Бросок по воротам и шайба оказывается в воротах Георгий Громов. Принимают поздравления от своих партнеров. Ну и похоже, Запад одерживает победу. Конечно, рано еще об этом говорить. Но преимущество в две шайбы это очень и очень серьезно. Георгий Громов, нападающий Одинцовского клуба Огии, который идет на четвертом месте в западном дивизионе. Ну а передачу-то ему отдал. Амиран Куртанидзе, который два очка набирает в сегодняшней встрече. Забил сам, отдал другому. И, пожалуйста, один плюс один в итоге. Что касается Громова, у него не так много очков в этом сезоне. 27 игр, 9 плюс 6. 15 результативных баллов. При этом показатель полезности минус 8. Но сейчас очень важную шайбу забрасывает Георгий. Также в ассистентах у нас числится Алексей Калензин. На четвертую шайбу на графу Георгий Громов. Ну вот так получается, что молодость пока что, опыт побеждает. Хотя насколько уместно говорить о возрасте в матче на Кубок поколения молодежной хоккейной лиги. Но все-таки действительно сборная Востока считается чуть более возрастной. А значит чуть более опытной и чуть более сильной. Но Запад вот эти постулаты опровергает. И это, в общем-то, здорово. Здорово, когда есть непредсказуемость. Андрей Горланов, передача под синюю.